Вечер в хату, уважаемые арестанты и первоходы этого канала. Вы смотрите маляву от мужика с погонялом Вайнхал. Молодые неопытные пацаны не могут придумать другое начало ролика, из-за чего они плохо или вообще не знают, как писать сценарий. А так как прошлое видео уважаемо в арабских кругах, мы решили выкатить продолжение. Присаживайся на нару, мужик, и слухай. Сейчас снова поясню за наколки паней, но теперь тех паней, которые прислали малявами под прошлую часть. Погнали! Первая у нас идёт Трикси. Куда же без неё? Известна многими мутками, от мелких краж до крупных мошеннических схем. Однако делала она их так ловко, что даже по государственным законам с неё ничего нельзя было спросить. Оттуда и её погоняло. Фокусник, что с воровского, мошенник. Она не нравилась своими делами многим из воровского мира, так что множество раз подвергалась попыткам убийства. Однако, никто не добился своей цели, ведь Трикси свою репутацию знала и постоянно меняла место жительства. Это было довольно просто для неё, так как она проживает в передвижном фургоне, доставшемся ей по её цыганской крови. Но однажды она всё же перешла черту, попытавшись обшулерить в карты одного пахана. И вот цитата. Сели, значит, в покер шпилить. И всё, карта не прёт. А у неё стриты, флэши, тройки и так далее. Тут чё-то фортануло мне жёстко. Тузов квартет выпал. А она берёт, карты брякает на стол, орёт. Кары тузов, чёрте! Ну и сидим как дураки. У меня квартет тузов. И у неё квартет тузов. За такой косяк её и кинули на шхонку, что, понятное дело, она встретила отрицанием своей причастности к чему-либо незаконному. За это её наколка и набита. Но через некоторое время воровской уклад принял решение, что она довольно ценный кадр и должна работать на общак. Для этого к ней была приставлена старлайт, что из этого выйдет. Будем глядеть далее. Ну а следующие на очереди у нас те, кто дают пример юному зрителю. Речь идёт о Свити Бэль, Эппл Блум и Скутову. Эти трое представляют собой малолетнего ПГФ, который каждый с детства тянулся к криминалу, так как в родственниках были уважаемые зэки, получавшие их понятием с рождения. За свою недолгую воровскую жизнь они перепробовали многие сферы криминала, а именно воробство, гоп-стоп, изготовление и распространение веществ, грабежи и даже ведение бордельного бизнеса через взрослых шестёрок. Сроков они за это не отбывали, так как пользовались своим малолетним статусом и влиянием родственников на госструктуру. Спустя же годы они наконец поняли, что лучше всего у них получается сталкивать пони на криминал, и обучать их необходим для этого навыкам. Каждый из них взял себе конкретную сферу для обучения. Свити Белль специализируется на обучении мокрушников. Её наколка является сочетанием кинжала, обвитого змеёй, что значит отбывание заумышленного убийства, и паука, что символизирует грабёж и насилие. Вторая, Эппл Блум, набралась мудрости от сестры, потому специализируется на обучении домушников и писарей. Воров, что заострёнными предметами разрезают сумки и незаметно хапают всё, что там лежит. Её наколка, как и наколка сестры, это перевёрнутая пика. Последняя же, Скутолу, обучает, возможно, самому важному для любого вора, воровскому жаргону и понятиям. Вору нужно уметь вести себя с другими ворами, можно даже сказать, дружить с ними. Наколка, как и у Рейнвол, обозначает то, что она люто отрицала. Также у этой тройки есть и общая часть наколки. Флаг Нидерландов. Это значит то, что они из Нидерландов. И последний факт о этой тройке в том, что именно их реплики были наиболее замаскированы издателями мультфильма. Вот отрывок из оригинальных. Следующая из списка, прошенных ворами, идёт Дээнг Ду. Её наколка представляет собой даже, блядь, не знаю, на что же это похоже. Ума не привожу. И хуя к носу тоже. Однако, несмотря на очевидность, и эта наколка имеет за собой небольшую историю. Она символизирует не только то, что она отрицала, но и её профессию. Схронщик. У каждого ПГ есть свои схроны, и задача Дээнду находить вражеские и обчищать их. Да, это сеет хаос в русском мире, но деньги – это деньги, ведь так? Если в этой пони история не особо большая, то у следующей самая большая из всех персонажей. Зэк Ора. Самый старый зэк, который дожил до наших дней. Первое упоминание о ней датируется 300-летней давностью. Имеет 200 судимости за небольшие кражи, сделанное больше для того, чтобы вернуться в зону. Так бывает у некоторых зэков, они уже не могут представить жизнь на свободе, и пытаются как можно скорее вернуться обратно на зону. Получило бессмертие, или по крайней мере, очень медленное старение за счёт битума, финальной стадии чефира. Чтобы приготовить такой чефир, необходимо заварить около 10 литров обычного чефира, после чего медленно выпаривать воду. В конце концов, получается битум, чёрная жижа, похожая на нефть. Это почти чистый кофеин, чашку которого Зэк Ора и ухнула залпом. Получив такой мощный стимул, организм охуел и забыл, как стареть. С тех пор постоянно чалилась на зоне. Позже, признав её невменяемой, администрация этапировала её в одиночную камеру около Вечно Дикого Леса. Имеет невероятное уважение со стороны всего воровского мира, так как знает воровской жаргон и положняк настолько безупречно, что излагает его стихами. Её наколка является произведением искусства кольщиков. Шесть татуировок за прохождение зоны и 194 от звонка до звонка, сплетённую спираль, которая символизирует её долголетие и бесконечную преданность воровскому делу. И теперь качнёмся в другую сторону и обсудим персонажей, которые демонстрируют в сериале врагов любого уважающего себя вора. Суп. Всё же, в сериале должен быть как положительный, так и отрицательный пример поведения для начинающего вора. Начнём с того персонажа, который был отрицательным лишь некоторое время. Дискорд. Его внешний вид является отсылкой на ленинградскую преступность, где частенько всё заканчивается распиливанием трупов. У данного зэка весьма трудная, но интересная история. Вначале он был сукой, причём сукой-треплом. Своими речами и даже иногда действиями он пытался навести шухер между УПГ и Квестри, чтобы администрации было проще перебить их поодиночке. В этом у него был явный талант, за который сообщники и прозвали его дискордом, что переводится как шухер. Однако на одном из базаров было заключено, что все тёрки возникают именно из-за дискорда и его было решено убрать. Благодаря же своим навыкам первоклассного трепла, он отделался заточением на одной из воровских квартир. До конца его не пришили, так как было решено, что он ценный кадр и может быть использован в дальнейшем. Через некоторое время ему была возвращена репутация вора, а также были предприняты попытки введения его в морской мир. Больше всего за ним приглядывал Флаттершай, приказание которой было спущено Селестией сверху. Его желание творить случайный шухер было хоть и накладно для всех, но всё же он был больше полезен, чем вреден. Наковок не имеет, так как воровской закон так и не позволил ему стать уважаемым вором. Всё же некоторые грехи прошлого никогда не смогут быть смыты. Если Дискорда можно считать зэком, ставшим на истинный воровской путь, последующие персонажи такими уже точно никогда не станут. Кризавис и её ченжлинги. Для того, чтобы зритель точно понял, кого именно показывают ченжлинги, были специально допущены довольно прямолинейные метафоры. Все ченжлинги чёрного цвета. Спасибо, папаша! Чтобы они были похожи на чертей, что на вроском синоним слова сука. У ченжлингов нету наколок, потому что никакой порядочный кольщик даже не коснётся их тел своей иглой. Также, сучья натура показаны через иерархию ченжлингов. Если порядочные зэки отвечают лишь перед законом воровским и своими паханами, то суки дрожат от каждого движения своей единственной мамки, администрации, учреждения. Ну, и последняя, и самая прямая метафора. Все ченжлинги в прямом смысле «Дырявая». Самой же «Дырявой» является их королева. Думаю, здесь не нужно пояснений. Разве что добавлю ещё о их предводительнице, Кризалис, олицетворяет собой начальника администрации тюрьмы. Её имя переводится как «Куколка» — дополнительный подъём со стороны воров. В основном известно благодаря нескольким прямым столкновениям между ворами и администрацией, где администрация пыталась устранить воровской закон. После первого провала её перевели служить в другую тюрьму, чтобы нормальные зэки её не чикнули за её дела. Второй же провал стал для неё роковым. Её нашли и утопили в бетоне, ведь она была слишком опасна для всех, пришлось идти на мокруху. Также закончила и последняя пони из сегодняшнего списка. Коузи Глоу. Если Кризалис хотя бы адаковала воровской мир честно, в открытую и в лоб, то Коузи решила прийти к воровской власти ложью и провокациями. Даже её наколка является подделкой, которую ей предлагали представители администрации. Они попытались изобразить соединение двух наколок, чёрного квадрата, что показывает отсидку бездосрочного освобождения, и корону, что демонстрирует её статус пахана. В начале своего плана показывала себя как порядочного вора, явно достойного своего титула. Для этого она отправилась на штаб-квартиру Твайлайт, чтобы посредством актёрства и манипуляций зарекомендовать себя и получить связи с местными ОПГ. О своей наколке она придумала легенду, мол, она при своём малом возрасте уже смогла создать воровское предприятие и потому и имеет статус авторитета. Подтвердила это она лживой малявой с поддельной подписью одного из сильных мира сего, и так бы она и продолжила своё внедрение, если бы не её самоуверенность. Решив, что она набрала достаточный вес, Коузи попыталась атаковать в открытую, что привело её к поражению, но не к смерти, так как она смогла сбежать. Коузи отправилась в добровольную сообщать с другими из администрации, про себя, конечно, решив, что со своими союзниками она также разберётся, но немного позже. Однако её планам не суждено было сбыться, как и Кризалис, она была опущена в бетон. И на этом и заканчивается весь материал, Кои был подготовлен у меня на сегодня. Если вам понравился данный видеосюжет, то подписывайтесь на канал и голосуйте за пощаду гладиатора, а также можете указать имя персонажа в комментах и свою версию, за что он сидел. Буду рад добавить его в следующую часть данной рубрики. Всем до скорого. Пока.